здравствуйте друзья мы с вами в разговоре в таком записанном с евгением который живет в литве в вильнюсе и мы не первый раз встречаемся у нас на канале это было год назад до или два когда мы с вами год назад значит евгений сделал приложение написал не запад windows там до чего на вас бегает которая помогает людям сделать грамотно фотку для гринка участие в инкарт лотереи давайте вы расскажите да потому что я так общую идею а вы уже давайте конкретно вот зачем человек участвующий в гринкарт лотерея может воспользоваться вашим предложением что она дает ну задача некоторые люди считают принципе программа не нужна они в состоянии самостоятельно оценить на графе до сделаны и никаких особых требований к фотографии не предъявляется и глубоко в этом ошибаются потому что если фотография не пройдет отбор определенный их не анкета будет дисквалифицирована а вы я здесь вы в курсе как происходит отбор потому что я слышал версии что фотография электронным образом дисквалифицируется а другая версия я слышал что ты можешь дойти уже до интервью и на интервью они посмотрят что там что-то не то вы знаете как как происходит вот эта дисквалификация конечно это точно никому не известно на информация на ней не оглашается так происходит есть только предположение то есть естественно есть входной контроль от сил но это самое простое и фотографии проверяются при подаче когда мы пытаемся подать фотографию да там сразу если у нас тогда не соответствует некоторым самым простым техническим не проходят простые проверки по техническим параметрам такие как размеры экрана размер фотографии цветности и да то она не будет принять а я вот здесь вот сама эта форма где мы ее заполняем когда мы ей туда подкидываем в эту фотографию она тоже говорит не годится да то есть она она удерживает чека в каких-то рамках но это самая простая проверка то есть самые простые такие базовые проверки она в этот момент проходит но в этот момент не проверяется многие вещи которые еще больше которые должны быть которым соответствует должна фотография почему но потому что наверное потому что такая проверка она требуется определенных ресурсов вычислительных да и просто наверное но вера невозможно выполнять эту проверку в этот момент. Вот эти простые требования, они просто проверяются на компьютере, можно сказать, самого пользователя. В самом браузере проверяются какие-то параметры фотографии, и дальше она принимается. Но, например, такие вещи, как, скажем, да, ну вот если сказать, да, вот повторяемость фото, то есть если человек использовал фотографию второй раз, то есть она где-то была. Вряд ли такие вещи можно оценить так быстро, вот в момент подачи фотографий. То есть должна быть обработка фотографий более глубокая, идти, там, рыться в архивах, в систему. Должна сравнивать какие-то старые фотографии, если они есть, ну, были подачи. Я вот хочу сказать, что есть много народу, которые из опыта, они говорят, ну вот у меня была старая фотография, скажем, я ее снял не за 6 месяцев, а за год. Некоторые говорят, а мою фотографию там подавало агентство, которое меня, значит, там как-то играло за меня. И они там 5 лет с одной и той же фотографии были, и я выиграл, и ничего. То есть есть какие-то такие... То есть мы понимаем, что так нельзя, и в правилах написано, что так нельзя. При этом мы знаем, что какие-то люди проскакивают. То есть это создает некоторый такой информационный шум, потому что с одной стороны нельзя, с другой стороны, ну вот как же, ну вот этот прыгнул с пятого этажа, и смотри, до сих пор он с нами, живой. Вот это, да, это хороший пример. То есть, да, можно спрыгнуть с пятого этажа, остаться живым, но это, наверное, не повод для того, чтобы все прыгали. Да. Точно так же и здесь. Да, есть возможность проскочить, нарушить какие-то требования. Давайте мы зафиксируем кресло ваше и не будем в нем крутиться. Вот зафиксируем, а то у меня так движение на экране, да. Вот, и поэтому, ну, нарушать или не нарушать, каждый, конечно, решает для себя. То есть есть, ну, наверное, зависит от менталитета человека. Кто-то все время любит идти поперек правила, а кто-то, наоборот, старается соблюсти все правила. Ну, каждый решает. Два вопроса у меня к вам. Значит, первый вопрос. Вот я помню, когда мы в прошлый раз это делали, там потом были люди, которые в комментариях писали, они говорят, а-а-а, говорят они, так это же денег стоит. То есть она стоит денег, ваша программа? Если стоит, то сколько? Ну, во-первых, первые проверки бесплатны для людей, да, им многим как бы хватает для того, чтобы даже, вот я по статистике, я вижу, сколько загрузилось людей, сколько потом заплатили за нее, зарегистрировали. То большая часть, это, конечно, основная масса, там, это те, кто не заплатил. То есть они, люди, им хватило тех первых проверок для того, чтобы проверить свои фотографии. То есть есть бесплатная версия, которая не делает 100% как платная, но она делает, там, допустим, 75-80%. Нет, там немножко так, там первые проверки, они идут, там она делает все проверки, 100%, то есть полностью функциональная программа. Но если вы делаете, скажем так, проверяете 5 или 4 проверки, ну, что на среднюю семью статистически, ну, хватает. То есть можно проверить, убедиться, что все хорошо и отправить. Если, ну, есть люди, которые делают, там, много раз проверяют, особенно это бывает, вот, есть вот ателье, которые берут, у них клиенты, идет поток, у них там, ну, естественно, сколько они там, у них людей пройдет, чем сказать, да. Вот, то им, конечно, вот они приобретают лицензию и, вот, и пользуются. Стоимость ее небольшая, 4,5 евро, ну, грубо говоря, 5 долларов. Ну, то есть, скажем, коммерческое предприятие в виде, там, фото-отелье может за пятерку приобрести. Да, это совсем, наверное, просто. А просто человеку, который участвует в отеле, ему приобретать не надо, потому что там он получает полный функционал, и, собственно, ему ничего не надо. Ну, и тем более, что это сопоставимо с ценой самой, самих фотографий, да, то есть среднее, вот, посчитать, если вот на семью сделать фотографии, то это будет даже, ну, примерно 100%. Второй момент, то, что я хотел сказать, что у нас, значит, первое, я хотел прояснить вот с этим делом, с платностью. Второе, я хотел прояснить, вы какую-то демонстрацию подготовили, да, то есть вы можете показать, как она работает? Да, да. Ну, давайте, я думаю, что это гораздо интереснее, чем просто так разговор какой-то живой. Значит, сейчас, да, сейчас Евгений, значит, сделает со мной share screen, да, то есть, как бы, если как по-русски это правильно сказать, по-шерит, как у нас говорят. Демонстрация экрана. Да, и фактически мы увидим экран Евгения, сейчас у меня на экране, соответственно, у вас на экранах. Да, хорошо. Так, где мы там share? Так, видно, экран нет? Нет, нет. Вы должны там еще сказать yes, или там сказать... А, да. Так, ну, меня, ага, меня минимизировали очень хорошо. Я вижу ваш десктоп. Ну, вот. Ну, программа, она вот так запускается. Это Астар называется. Астар фокус. Итак, давайте я буду смотреть, значит, как пользователь. Это справа у вас просто информация идет, да, то есть вы с вопросительными знаками. Это, да, это все пункты, которые проверяет программа. Ну, покажите, что это. Размер файла, покажите мне, что он скажет. Ну, давайте просто загрузим какую-нибудь фотографию и посмотрим. А, это нужно сначала загрузить. Ну, давайте. Давайте девушку симпатичную. Ну, да, вот. Вот, утиласточка какая. Так, хорошо. И нажимаем проверить. И вот смотрим теперь на те проверки, которые у нас с правой стороны. Справа. А, крестик, крестик, крестик. Красненьким показано то, что не прошло. Да. Так. С красным скрестником это не прошло. Зеленый, это значит проверка прошла. То есть мы сразу видим... Все те пункты, которые программа проверяет, и можем... Мне знаете, что не нравится? Я не знаю насчет вот ваших этих самых дел, но у них какое-то зерно идет по поверхности головы вот тут. Она когда-то зернистая, то ли она подрезана чем-то, и потом так вот вручную как-то ее обрабатывали, что-то такое вот у меня впечатление. Нет? Ну, здесь... Ну, это я взял фотографии... То, что нашел, так. Выборочная. Она макушка, она уперлась в красную линию туда? Ну, вот эти красные линии, это соответствует макушке головы, да? То есть мы ее можем двигать, если вдруг программа там по какой-то причине неправильно установила, мы можем ее передвинуть. Ну, точно так же зеленая линия глаз, вот, да, вот она... А я не понял, зачем вы ее двигаете, скажите мне? В данном случае незачем, она уже стоит. Но если, предположим, программа ошиблась, то мы можем сами ее поправить. Ну, то есть она неправильно провела эту диктуру. Это бывает так, когда, например, ну, фото, ну, скажем, с какими-нибудь такими... Ну, не очень хорошая фотография, да? Бывает, например, вихор у человека на голове сверху. Да, я понял, и его неправильно идентифицировали. Да, и она поставила неправильно. Точно ее тогда откорректируют. Ну, может иногда ошибаться от подбородок, потому что, когда бывает тень, и в программе она сложена идти, где вниз проходит подбородок. Вот, если у человека там, ну, с глазами какие-то... А уши, уши у девушки не должны быть открыты? Ну, правило сказано, что лицо должно быть полностью открыто, да? Но правов и ничего не сказано. И на фотографиях, на многих официальных, которые примеры правильных фотографий приводят на официальном сайте, да? Там есть, мы можем видеть люди, фотографии, где уши закрыты. Сережки нормально, да? Нет претензий к сережкам. Перед сережкам претензий нету. Сказано только, что не должно быть посторонних предметов, такие как, скажем, там, гарнитуры телефонные, какие-то наушники. А, то есть, кольцо в носу нормально. Ну, он думает, что вряд ли он уходит. Да, хорошо. Кто его знает. Но многие женщины очень переживают из-за того, что... Вопрос. Вот написано сохранить. А что же вы хотите сохранить? Вы что-то модифицируете? То есть, одно дело вам говорят, у вас неправильно. Другое дело вам говорят, а чего сохранить-то, если он уже файл? Ну, сохранить здесь имеется в виду результаты проверки для себя. Сохранить результаты проверки. Да, то есть, мы просто сохраняем, и у нас эта картинка, так она сохранится куда-то. Понял, понял. Очистить тоже результаты проверки. Да, очистить это мы, например, нам что-то не нравятся вот эти линии, да, мы можем нажать и под ногу сами вручную проставить. То есть, проставить, ну, опять проставить эти точки. Вот так вот, челку интерьера провести. Так, как считаем нужным. Инструкция, это как бы хелп такой, да? Да, здесь у нас есть такой хелп, ну, очень просто написано. Вопросов ни у кого не вызывает. Все, как бы, никто ни разу не задавал вопросов по том, как пользоваться программой. То есть, все, как бы, справляются с этим. А вот у меня к вам вопрос справа внизу, справа внизу, такие, значит, виза, гринкарта, сканер, фото. Вот это что? Да. Значит, в чем отличие? Для чего были сделаны переключатели? У нас требования, скажем, для фотографии, сделанных с фотоаппаратом или со сканированием, со сканера, немножко есть отличия. То есть, в каком плане? То есть, в сканере, когда мы делаем в режиме сканера, у нас предъявляют требования к разрешению, да, такой параметр, как горизонтальное и вертикальное разрешение. Вот здесь сразу появились разные точки. То есть, если бы у нас эта фотография была сделана сканером, у нас должно быть горизонтальное и вертикальное разрешение не менее 300 точек на дюйм. Так и правило, скажем, да, и программа это проверяет. Когда мы делаем фотоаппараты, мы параметры не имеем значения, поэтому программа не реагирует на эти, вот эти два параметра. Интересно. Так. А вот эта виза, гринкарта, разве не одинаковое требование к фотографиям на визу? А вот у нас в прошлом году, ведь, произошло изменение. Позапрошлом году можно было предоставлять фотографии двух, точнее, не двух, а от 600 точек по вертикали и горизонтали до 1200. Да. А в прошлом году произошло изменение, и сказано, что было уточнение, что как раз вот для гринкарты вводится такое ограничение, что фотография должна быть строго 600 на 600. То есть у нас получается так, что, например, визу по фотографиям может быть от 600 до 1200. А переключите, что будет? В данном случае она не ругается, видите, когда на ширину да, да, смотри. И 600 точек стоит. Да, вот. Должно быть, то есть для визы это годится, а вот для гринкарты это режим уже не годится. То есть это мы можем посмотреть даже вот в самих правилах, да, где-то у нас сказано вот это на сайте, если мы... То... Так, где у нас здесь, если у нас есть уточнение? Так. Ну да, да, 51 на 51 миллиметр. Да, здесь вот, здесь. Но сказано, что для... Да, здесь вот у нас. Ну да, вот размер. То есть если мы делаем вот на DS-260, то это, в принципе, не... Такое ограничение и будет действовать. Ну, у многих возникали по этому поводу споры. Некоторые люди ошибались, вот, просто привыкли, что можно большую фотографию слать. И слали такие фотографии. Вот. И попали, конечно, на, я думаю, что сразу в отсек. Угу. Они там еще очень гнусно поступают. Они, когда фотографию твою отсеивают, так, на предварительных делах, и не обязательно фотографию, но по каким-то параметрам твою заявку отсеивают. Тебе об этом никто не говорит. И не говорит почему. А просто ты не выиграл потом. А не выиграл ты, участвуя в розыгрыше, или не выиграл ты, даже не будучи допущенным до розыгрыша, это неизвестно. Да, это очень неприятно. Такой обязанности у них нет, как бы. Ну, наверное, это сделано для того, чтобы просто не вступать потом в многочисленные споры. Ну да. А вот у меня к вам вопрос такой. Может быть, мы обсуждали раньше, но вот сейчас все время люди дебатируют, где делать фотографию. Одни говорят, там, в ателье ходить вообще нельзя, потому что они искусственным образом всегда вычищают фон, и за это можно попасться. Хотя есть люди, которые говорят, что мы не попались, и нас пропустили с вычищенным фоном, ну так далее. Есть люди, которые говорят, да, и говорят, что ателье невозможно заставить сделать по-человечески, потому что они все время норовят вычистить. Есть люди, которые говорят, можно вообще с элфоном сняться там на простыне и нормально. Вот какой-то комментарий на этот счет у вас есть? Ну вот как раз, когда мы снимаемся на фоне простыни, то мы здесь не делаем никаких нарушений. То есть у нас есть натуральный фон, это простыня, да, и она присутствует, то есть она не идеально белая, она не идеально одинаково освещена. Есть вариации цвета в разных зонах этой простыни. То есть это натуральный фон. А вычищенный фон, он отличается тем, что он, ну, в каждой точке он абсолютно одинаковый, да, белоснежный. Да. Мы вот, например, скажем, возьмем такой... Да, да. Так это я немножко... Мы видим, молодой человек такой. Да, вот. Вот здесь эта фотография, у нее удален фон. Ну, конечно. И даже вихор, вихор справа торчит, а за ним все вычищено. Да, все вычищено, да, вот. И поэтому программа как бы сразу будет, зимой ругает. Фон, говорит, измельчен, засвечен. Ну, и к тому же она ругается на цветовую пространство. Что это значит? Очень часто, когда происходит вычистое фона, да, фотографы делают в программе, в фото-редакторе. И, как правило, это самый распространенный, это редактор, это фото-шоп. Да. А фото-шоп, он имеет такую... У него есть такая черта. Он любит менять цветовое пространство на свое родное, так называемое Adobe RGB. По правилам, должно быть стандартное RGB. А это не одно и то же. Adobe RGB и стандартное RGB, это не одно и то же. Поэтому, в данном случае, вот после такой обработки в фото-шопе, да, вот цветовое пространство, она пишет не калиброванно. Не калиброванно, это значит, это любое другое пространство отлично от стандартного RGB. Что, по правилам, не допускает. Ну, пройдет или не пройдет, да, ну, это другой вопрос. А давайте, знаете что, раз уже такая пьянка пошла, а давайте какие-нибудь еще фотки покажите. То есть, вот, чего бывает, потому что мне уже стало интересно. Вот парень такой, вот этот, да, вот прям под подмышкой у вас. Вот этот, ага. Ну, вот, нажимаю, смотрим сразу. Вот, да, вот случай, да, вот с этим парнем, да. Вот программа не определила, видите, верхнюю линию не провела. Да, это тот случай, когда мне нужно вручную поставить. Почему она это не сделала? Ну, просто потому что здесь голова уже упирается под маку. Что с ним делать? Нет, ну, я просто поставил эту вручную, эту линию, я могу. Да. Поставить вот на ножны, нажать проверку. Ну, и дальше вот у нас. О, я понял, вы убрали линию, чтобы он вообще пустил вас на проверку. Я понял. Да. Размер головы 70% нарушен. Так, лицо по центру фото, он не по центру? Ну, видите, по центру это когда вот эта средняя линия вертикальная. Я понял, понял, понял. То есть проходит, чуть-чуть смещено. Хотя бы понос, да. Я понял. Вышло за пределы. Чуть-чуть смещено. Он немножко, у меня такое ощущение, что у него наклон головы присутствует. Он все-таки чуть-чуть наклонился, нет? Немножко есть. Но программа допускает небольшой наклон головы. Фон ровный, однородный, но у него тень явно. Да. Это проблема съемки на простыне, потому что там... Это проблема съемки из-за того, что свет... Ну, можно и на простыне сделать хороший снимок. Здесь там свет боковой не может. Ну, да, да. Так. Теперь. Фон светлый нет. То есть та часть фона, которую мы справа видим, она не светлая. А вот то, что у него бороденка такая куция, это нормально. А вот с бородами бывают проблемы. Люди... С небольшой бородой это еще проблемы нет. Но вот у кого большая борода, че-то спрашивают. А где мне... Что мне считать нижней точкой головы, да? То есть где устанавливать ее? А если у него борода очень такая кладистая, большая... О, конечно. И начинается она от верхней губы, то где искать нижнюю точку головы и что? И вот это действительно вопрос непонятный. Года в год он как бы задается, но ответы им так и не прозвучало. Вот на этот вопрос. То есть если взять голову от нижней части бороды, то это будет слишком большая голова получится. А если взять ее где-то произвольно провести, то уже непонятно, как к этому отнесутся. В общем... Друзья, мне чувствуется, что с пейсами гораздо проще, чем с бородой. Про бороду почему-то не сказано. Ничего. В очках, наверное, не положено, да? Как там? В очках не положено, но в данной версии пока программа и не проверяет очки. Хотя можно было бы это и сделать. А вот девушка, написано 15 Color BG. Вот эта девушка, да. Что с ней не так? Она немножко наклонила голову. Ну, здесь у нас... Вот тоже, да? Когда голова слишком высоко, она верхнюю линию не захватывает. Здесь у нас основная проблема, наверное, будет с фоном. Давайте нажмем. О! Ну да, вот у нас наклон или поворот головы, да. Нет, ну и размер головы, она действительно большая. Размер головы, да, слишком большая, больше. Вот, фон у нас ровный, неоднородный. Ну, это она... Почему она говорит неоднородный? Потому что, если вы посмотрите, там на фоне есть надписи и полоски. Да, да, есть. Чтобы быть, они не очень заметны, но они и есть. Да, авторские права там забиты. Да, и вот у нас цвет фона, да. То есть он ненейтрального цвета. А нейтральный это что? Оттенки белого или что? Да, оттенки... Ну, это, грубо говоря, серый цвет, да. Все варианты. Самый цвет белый, идеально белый. И самый темный это черный. Значит, я уточню у вас. Вот самый нижний такой чекмарк, вот как написано, data photo. Он вычитывает из properties файла, да, или что? Да, это не из properties файла, ну, это, скажем, фотографии, да, в самом файле, имидж файла сделаны фотографии, аппарат, он может поставить там дату, когда делался этот снимок. Да, но дело просто... Это не дата файла. Нет, нет, есть свойства. Во всяком файле, файле есть свойства. И в этих свойствах там есть момент, когда это было сделано. Да, да. Именно это. То есть вы из этих свойств вот вычитываете? Хорошо. Да, именно эта информация берется. Ну, многие говорят, что, типа, почему, вряд ли на эту дату смотрят, обращают внимание, потому что, мало ли, фотограф забыл, там, что-то неправильно у себя в фотоаппарате выставил эту дату. Да, может быть, но... Лучше не связываться. Лучше не, да, лучше не рисковать. А можно вообще же ее убрать, эту дату можно вообще убрать из файла? Ее можно убрать, но я думаю, что если дата стоит, и дата свежая, да, то это не вызывает вопросы. А если дата уже стоит неправильная, то это повод для того, чтобы человек обратил внимание на это и... А если даты и вовсе нет, то тоже подозрительнее, чем, например, когда есть и хорошие. Вот, да. Поэтому, чем меньше вопросов вызывает фотография, тем меньше ее будут проверять, я думаю, так. Ну, можем посмотреть другие варианты. Да, вот бывает. Ну, вот это у нас... Ой. Так, например, побытки сделаны. Вихрастый такой. Да, вот когда... Он еще сбоку как-то стоит. Да, он повернул голову, да. У нас голова... Поворот головы присутствует. Ну, соответственно, уже не по центру получилось. И вот видите, вот этот рекорд, да, вот он, вверх, что-то линия стоит. То есть, в данном случае, можно было бы, конечно, вот так поставить. И фото прошлогоднее. Ну, хотя, например, и так размер головы как бы вписывают. В таком режиме. Но иногда бывает, что, например... Друзья, уже причешитесь, ну, что вы его... Сниматься пойдете, причешитесь. Так. Ну, нет. Это прическа такая, ничего не сделаешь. А вот девушка вторая слева вверху. Да. Что там с ней? Ой. У нее очень крупная голова. Да, размер головы, да, вот. И вот еще такая очень часто встречается проблема. Что это? Это глаза не попадают в зону, разрешенную зону. Ой. А как же это так вышло? А что это значит? Потому что вот здесь мы видим, да, вот эта серая такая зона, выделенная на фотографии, да? Это та зона, где должны находиться глаза на фотографии. Так. В данном случае было бы просто правильно, если человек, когда вырезал бы эту фотографию, да, он вырезал немножко по-другому. Так, чтобы просто голова оказалась немножко выше. Но она, если поменьше была бы, то, может быть, попала бы. Может быть, поменьше. Но эта проблема очень часто касается фотографий детей, потому что пропорции детей отличаются от взрослых. У них глаза гораздо ниже, чем по пропорции, чем у людей. Но правило, правило сказано, что правило одинаковое, действует как для взрослых, как и для детей. То есть никаких исключений для детей нет. Поэтому как хотите, но вы должны добиться того, чтобы глаза были именно в этой зоне. И вот в этих фотографиях часто бывает такая история. И люди очень много мучаются, потому что не могут правильно добиться. Фотография вроде хорошая, но вырезать ее никак не могут. Не получится, чтобы она соответствовала необходимым целям. А вот зять-то лысый, который слева, блестит весь. Здесь он тут видно. Тоже он в фотографии сделан немножко сверху. Получается, как бы, наклон у нее. И, соответственно, у нас наклон или поворот головы. Ну, и проблема как бы с фоном. Ну, сейчас фон. Она, конечно, неоднородная, но даже вот наш глаз это и незаметно. Но программа просто сравнивает сам, находит какой-то самый светлый участок, или самый темный. Да, и вот если у них большая разница. Ну, вот он, он как бы блестит, у него лоб такой, отсвечивает. Здесь есть. Но это не очень сильно, еще бывает гораздо длиннее. Блики. Блики, вообще, в принципе, не допустимо. Не должно быть. С точки зрения прически, он совершенно идеально выглядит, потому что у него волосы никак не помешают сделать нормальный снимок. Ну, в этом плане, да. Но об этом можно только мечтать, друзья. Здесь он, наклон головы, конечно, уже это все портит. Ну, это, скажем, другой вариант. Если вот человек закрыл один глаз зачем-то, и, скажем, в результате вот программа не видит эти два глаза, да, не может провести эту линию глаз. Нам приходится вручную отметить. Да. Где вот глаз проходит, нажимаем проверить. Вот. И у нас что? Здесь, опять же, глаза ниже уровня. Определенно. Да. И один глаз закрыт, поэтому. А по правилам у нас оба глаза должны подреть в камеру. Да. Там еще у вас черненький есть дяденька, который наполовину освещен, наполовину нет. Да. Это вот еще одна проблема. у нас такая. И вот, посмотрим, вот здесь, да, программа не нашла, не установила нижнюю линию. не поймала, да. Они нажимают проверку. Вот. И здесь что у нас? Боковой свет, да. Вот это тоже довольно часто такое встречается, когда люди делают фотографии не в ателье, а делают сами. Ну, домашних. И вот сядут у окна, боком, свет из окна падает сбоку, и получается. И он такой, все-таки темноватый, конечно, сзади. Ну, да. И фон, да, не свет. Поэтому стоит ответ, что он уже не светлый цвет. Вот. Некоторые спрашивают, какой фон должен быть, да. Вот. В правилах сказано, что фотографироваться нужно, делать фотографию, делать на фоне, на белом фоне, да, на поверхности белого, белого и, гладого. Но это не значит, что на фотографии белая поверхность получится белая. Вот. Она может получиться и серой. Потому что делают люди на фоне простыней или белый лист ватмана, а фон получается серой. Нет, тут еще цветопередачи камеры, конечно. Это зависит от уровня от того освещения, какая цвета. Но он должен быть именно близкий к белому, да, как сказано, о-white, да, вот. То есть он близ, ближе к белому, и он должен быть желательно нейтральным. То есть он не должен быть ни розоватый, ни голубоватый, никакой. Он должен быть серый. Нейтральный – это серый. серый или белый. Тогда, тогда как бы проблем нет. Ну, и не должен быть слишком темно-серым. В данном случае получился, что он немножко темно-серый, и он еще уходит в голубизну. Я знаю, что у вас большая переписка там с людьми, которые вопросы задают, когда до дела доходят. Вот, по вашей оценке, как бы, если из вашего окошка на это все смотреть, сколько времени уходит у человека, ну, который не искусник, а так, ну, просто человек нормальный, вот как мы все. Вот, сколько времени нужно, или, скажем, за сколько, как задолго нужно начинать делать фотографию, озаботиться, чтобы не попасть в просаг. Вот сейчас у нас 11 сентября, где-нибудь там 2, 3, 4 октября, там, меньше месяца осталось, начнется прием заявок, там, 5 недель их принимают. Есть смысл прямо сейчас, вот если у меня фотографии нет, за месяц, или там, можно не спешить и там, за пару дней все сделать? Я думаю, что есть прямой смысл делать это все заранее. То есть, уже тем более, что время осталось не так и много до начала. И из опыта, кто уже не первый раз участвует, знает, что в конце уже срока, когда ближе к концу лотереи, нагрузка сервера очень возрастает и очень, они начинают медленно работать и иногда чаще зависание, чаще обрывы. Нажимаешь кнопку подать, заявку, а в этот момент происходит зависание и потом человек не знает, то ли он подал, то ли не подал, то ли оборвалось, не подал. это все связано с нервами. Поэтому, лучше делать это, я считаю, где-то в середине срока, потому что самая большая активность в начале и в конце получается. Но, а фотографии, это вообще отдельный вопрос, потому что у некоторых людей получается сразу сделать хорошую фотографию, а некоторые мучаются и никак не могут сделать. просто даже просто жалко даже иногда человеку, он присылает в очередной раз, говорит, вот у меня не получается, да, скажите мне что-то посоветуете там, и уже не хочется говорить, потому что смотришь и опять видишь фотографии, какие-то явные нарушения. Человек уже там четыре раза ходил. Вот такие случаи есть. Я помню все время там, когда доходит до дела, все время шлют там и в фейсбуке, и в одноклассниках по всем линиям шлют люди фотографии, говорят, посмотрите мои фотографии, говорят, а я-то что? Они у меня все симпатичные, такие, все хорошие, я же не инструмент высокой точности. Ну, так мне вроде нравится. Вот, и у нас же видео есть, и у нас есть плейлист там по всем вопросам, которые задают, есть вопрос там, как ребенка снимать, а у него глаза закрыты. Вот как снять ребенка, у которого глаза закрыты, что с ним делать? Маленький вот грудничок. Да, это проблема. Если ребенок постарше, то я вот всем советую, говорю, возьмите с собой фотографом ноутбук, поставьте его там рядом с аппаратом, ему фильм какой-нибудь пустите, там, он Джерри, еще что-нибудь, он будет спарить во все глаза на этот экран, и получится, не будет ни вертеться, ни капризничать, все будет. Вот, знаете, есть вопросы, казалось бы, там речь идет о фотографии, а на самом деле там страшные вещи, вот, например, человек там говорит, вот у меня там бывшая моя и ребенок, значит, у нас там плохие отношения, я этого ребенка уже два года не видел, она мне никакую фотографию не даст, что мне делать? О, вопрос. Ну, кстати, да, вопрос, часто бывают безвыходные ситуации, просто, ну, люди, наверное, единственный совет, если делать, я хоть что-нибудь, найдите хоть какую-то фотографию. я тоже, я говорю, в соцсетях поищи, старые поищи, что-нибудь дай, а когда уже до интервью доберешься, дай бог, объяснишь ситуацию, скажешь, ну, а что вот было дело? ну, да, вот, это, в принципе, единственный правильный вариант, наверное, в данной ситуации, потому что других, других вариантов нет. нет, есть такие, как бы, типа, очень опасные, когда говорят, если ребенок все равно со мной не едет, если все равно никто его никогда не увидит, и так далее, и так далее, и сейчас, я сейчас у соседского, сейчас не у соседского ребенка, понимаете, и я хочу сказать, что в этом есть очень большая опасность, потому что, если когда-нибудь это вылезет, а это может вылезти, когда ребенок подрастет и захочет с папой воссоединиться, например, там, и так далее, или там, может быть, даже просто в турпоездку поедет, я не знаю, что там может, как это может вылезти, но в этот момент у папы заберут американский паспорт и депортируют. Да, это, 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 это рисковая штука, рискованная штука, поэтому лучше всегда, не обманывать, потому что многие говорят, лучше так, как есть, но без обман. Есть люди, которые обманут, даже когда можно прямо пройти и не обманывать, но они не могут не обмануть, это отдельная такая, как бы, психология, то есть, если можно обмануть, то обмануть нужно. Как ни странно, но это бывает, хотя проще, в общем-то, в американской жизни проще не обманывать. Ну, это уже здесь ничего не сделает, да, поэтому... Хорошо, ладно, значит, Евгений, давайте тогда так, я чувствую, что мы эту тему, значит, обсудили, показали инструмент в действии, и я думаю, что это намного лучше, чем просто так о нем рассказывать, потому что я, например, смотрю, и так довольно простенько получается. Друзья, я вам предлагаю открыть бизнес, по проверке фотографий, заплатить 5 долларов, Евгению, и, так сказать, вызываю огонь на себя, и проверять людям. Хорошее предложение. Такая сезонная подработка такая. Ну, что же, хорошо, спасибо, и давайте мы пожелаем успехов участникам. Вы какую-то контактную информацию хотите оставить, чтобы в случае с чего они как-то к вам могли обратиться? Ну, веб-сайт, может быть? Всегда можно на сайт подойти. Сайт он, так и называется, как программа, да? покажите. Так, надо перейти на латиницу, да. Astar.lt, Astar.lt, LITWA. Хорошо. Здесь вот есть продукты под валидатор, да, и вот он здесь. Сама программа, где ее можно загрузить, зарегистрировать, и здесь же и контактные данные. отлично, отлично. Astar.lt, и там уже без вопросов. А здесь контакты, вот, если написать по почте, по скайпу, как угодно. Хорошо. Ладно, такой у вас классический интерфейс такой. Да. Как же, old school, что называется. Ну, что же, хорошо, хорошо. Все, спасибо большое, Евгений, и тогда мы с вами не прощаемся, пока лотерея еще есть, правда. Да, все еще только начинается. Да, хорошо, счастливо, и спасибо большое. До свидания.